Все успешные бизнесы хороши одинаково, все неуспешные провальны по-своему. Друзья, здравствуйте, меня зовут Дмитрий Селезнев, я врач-нейрохирург и руководитель противоболевого центра клиника доктора Селезнева. Мне сейчас 34 года, я заканчивал Саратовский военно-медицинский институт, 3 года служил в армии, был начальником медицинского пункта истребительного полка в городе Пермь. Далее моя должность попала под сокращение, я вернулся на гражданку, где был окрылен просто мечтами о том, что будет все отлично, я сейчас исполню свою мечту стать врачом-нейрохирургом. Мечта сбылась, я поступил в ординатуру, отучился 2 года и стал врачом-нейрохирургом, но мои ожидания, то есть что я ожидал и что на самом деле произошло, они разнились. Вот, то есть разница между государственной и военной медициной, то есть гражданской и военной, она колоссальная. То есть если брать военную медицину, там все по уставу и там узко заточено, то есть ты не можешь расширяться, ты не можешь масштабироваться, поэтому я пришел на гражданку с мыслью о том, что я сейчас приду и смогу делать то, ну то, что должен делать врач, то есть ну фактически не мазать солдатом зеленкой пятки, да, от натоптышей и от мозолей, а заниматься истинной медициной. Но велико было мое сожалению, когда я пришел на гражданку, оказывается, то есть система одна и та же везде. Начинал я свой врачебный путь со скамьи санитара, то есть я прошел все пути. Я был санитаром в Первой Советской в экстренном хирургическом отделении, то есть я мыл полы, вытаскивал все грязное, мыл грязных бомжей, таскал их на себе, то есть вот прошел все. Далее я был фельдшером на скорой помощи, я выезжал на вызовы, я был медбратом, я колол системы. Далее, ну все, стал нейрохирургом, работал уже там по приемному отделению. Дошло до того, что две с половиной ставки было для меня нормой. Две с половиной ставки, друзья, это приблизительно как... Ты работаешь полтора суток, приходишь домой, поспал и опять ушел на полтора суток. И так месяц. Процентов 80 врачей работают в таком режиме. Начал зарабатывать я 23 тысячи рублей. Это было сколько? Ну, наверное, лет 7 назад. Да? То есть 23 тысячи рублей, при этом у меня 24 тысячи ипотека. В общем, мне приходилось работать на пяти работах. Я подрабатывал массажистом в салонах красоты. Я... Да, еще одна тонкость обо мне. Возможно, кого-то это шокирует и кто-то скажет то, что... Ты же доктор, ты должен лечить людей и заниматься именно этим. Нет, друзья, 12 лет я работал певцом в ресторанах. То есть я выезжал на банкеты, пел для людей. И фактически получалось так, что вечером я их веселю, а утром, когда я заступаю на дежурство, я их оперирую. Потому что выпившие люди, они часто бьют себе головы. И потом их привозили в нейрохирургию. Так длилось очень долго, пока не пошел уже процесс внутреннего выгорания. То есть врачи... Каждый из врачей понимает, что наступает вот тот момент, когда ты не понимаешь, зачем ты работаешь. То есть тебя толкают на это. Ты должен... Ты всем должен. А на самом деле у тебя такие же есть потребности. Ты такой же человек абсолютно, как и другие люди. Ты хочешь кушать. У тебя есть жена, которая хочет хорошую шубу. Ну, или хотя бы какую-то шубу. У тебя есть дети, за которых нужно платить за секции, за... Ну, за все. И тебе за все нужно платить. Но все говорят о том, что ты врач, ты всем должен. Вот. Произошло у меня профессиональное выгорание на тот момент. И я решил уйти из государственной больницы в частную медицину. Когда я пришел туда, мне задали один вопрос. Я не буду называть название частных клиник. Ты будешь у нас резать грыжи позвоночника, оперировать. А я говорю, не буду. Почему? Потому что у меня уже к тому времени накопился очень большой опыт в том, как можно обойтись без операций. Не буду в тонкости вдаваться. Это мой личный опыт с ним. Кто-то может согласиться, кто-то нет. Ну, по крайней мере, я даю результат. С частной медициной я понял то, что я не смогу идти дальше. Почему? Потому что сверху тебе дают определенный чек-лист и говорят, вот ты не заработаешь, если ты не заработаешь, соответственно. И врач опять получается в ловушке. То есть в государственной медицине ему нужно писать истории и выполнять план. А в частной медицине ему нужно выполнять финансовый план. Вот. Я понял то, что мне не подходит все это. Почему я и выгорел. Я пришел к главному врачу, говорю, ну, так и так, я увольняюсь. Он говорит, а что ты умеешь? Я говорю, я вообще военный доктор, я был управленцем. Он говорит, о, отлично. Давай будешь там замом. Где у тебя будет хорошая зарплата и все такое. Я согласился, но понял через некоторое время, что это не мое. То есть мне нравится больше лечить людей, я получаю удовольствие больше от этого. И фактически деньги управленца, они меня не порадуют. Вот. Я сделал правильный выбор, я о нем не жалею абсолютно. Далее я шел просто по улице, думал о том, вот, а как бы создать ту модель частной медицины, которая не будет быть противоположностью того, что есть на самом деле. То есть вот как я хочу это делать, так я и делаю. Да? Ну, соответственно, соблюдая определенные стандарты, то есть без шаманских бубнов и всего остального. Вот с этим чувством появляются предприниматели. Тут началось самое интересное. Я принял решение. Все, отлично, я буду делать клинику. На эре становления бизнеса, то есть именно в период, когда все это выстраивалось, я делал все сам. Это самые большие основные грабли, это то, что делает каждый предприниматель, который хочет изменить мир к лучшему. То есть он видит своего сотрудника и понимает, а он делает это все плохо. Поэтому раз он делает все плохо, я буду делать это сам. То есть я выкладывал сам плитку, я сам проводил электричество, я ночью, в общем, ну, сейчас объясню. Для того, чтобы клиника получила лицензию, нужно, чтобы каждый пункт был соблюден. Что должна быть раковина именно здесь, должно это быть здесь, водогрейка именно здесь. И вот ночью я выкладывал какую-то вот эту вот бочку, чтобы туда сливать. Велико было мое счастье. Вот, когда я это закончил, пришел представитель самопедемстанции, говорит, вот все классно. Я отдаю добро, теперь меня все устраивает. То есть клиника открывалась по всем правилам, опровергнув мнение, что если ты открываешь клинику, да, открываешь частный бизнес, именно в медицине, то тебе нужно всем платить. Друзья, я никому не платил. То есть оплатил чисто государственную пошлину и делал все по букве закона. Почему? Потому что старшие товарищи меня предупредили. Если ты сейчас намухлюешь, то в дальнейшем тебе это выйдет боком. То есть проще сделать сейчас, как оно должно быть, нежели потом героически там отмазываться, что-то менять. То есть так не работает. Все, лицензию получил. Счастлив, великолепно. Появились друзья, которые говорят, ну все, ты открыл клинику и теперь нужно, как и все остальные, создать большой банкет, пригласить там знаменитости и сказать, вот мы такие, вот мы открылись. Я так сделал. Это закончилось тем, что я потратил где-то около 20 тысяч рублей на всякие бутерброды, там алкоголь. Была феерия в течение одного вечера. А на следующий день ничего не изменилось. Вот. Поэтому, друзья, не устраивайте пышные пиршества, когда вы еще понятия не имеете, как это делается, как это работает. То есть для того, чтобы приглашать всех, всех угощать, ты, по крайней мере, должен составить бизнес-план. Ты должен все это рассчитать, у тебя должен быть запас финансов для маркетинга, тогда это будет как-то работать. Если ты, ну, гол как сокол и начинаешь все с нуля, не лезьте в это, это будут просто деньги, выброшенные на ветер. Тут понеслось. Клинике сейчас 4 года. Клиника с одним человеком, это не клиника. То есть я начал собирать команду. Несмотря на то, что я военный и нас как бы обучали управлять людьми, никаких знаний в армии адаптированных к реалиям бизнеса я не получил. То есть первая ошибка. Никогда не нанимайте на работу ваших друзей и друзей ваших близких. Это запрещено. Почему? То есть сначала я нанял там медсестру, которая была подругой моей мамы, они работали вместе. Я занимался тем, что в течение трех месяцев я ее обучал печатать на компьютере. Для того, чтобы там можно было вносить все это, заносить. Я тратил на это колоссальное время. В результате она так и говорит, а я ухожу. Причем так и не научившись печатать. Вот. Это первый ляп. Жесткий. Далее я также нанимал сотрудников. Кто первый приходил, я такой, ну вот хотя бы ты пришел, дружище. Причем платил мне плохие зарплаты. Я всегда жалел своих сотрудников. Я думал, что, ребята, я вам так мало плачу. Ну, как-то я зашел в один магазин купить пиво, да, то есть, ну, вот прям вот здесь вот рядышком. Такой замученный, уставший, изможденный. И спрашиваю у продавца, а сколько вы здесь получаете? И они объясняют, говорят, а вот нас двое, да, то есть два через два мы работаем, полный день, и мы получаем 10 тысяч рублей. И я понимаю, что люди впахивают просто с утра до вечера. И получают 10 тысяч рублей. А у меня, мои сотрудники, ну, а у нас загрузки нет. А что делать, чтобы была загрузка, да, и пускай до восьми вечера мы отсидим. Ну, время пройдет, ты же в любом случае заплатишь. Системе найма я обучен не был. Поэтому была ошибка за ошибкой, ошибка за ошибкой. Проблема не в сотруднике, проблема в тебе, в руководителе. Ты его не обучил, ты не создал правила игры, да, то есть ты не объяснил ему, а как вообще мы с тобой будем общаться. Ты ему не дал возможность расти. Ты не объяснил, за что ты его будешь наказывать. То есть ты надеешься, что он компетентен, он идеален. И все, и он должен все делать для тебя. Люди ленивые. И они никогда не будут делать так, как ты захочешь. Далее, я начал уже подыскивать себе сотрудников. Сотрудников не с точки зрения, вот ты первый пришел, вот я тебя сразу беру. А уже начал брать их по другому, самому главному качеству. Это является сейчас тоже основой. То, что у человека, который работает в нашей команде, должно быть желание на генетическом уровне помогать людям. Если он это хочет, да, если оно есть, если оно с молоком матери пришло к нему, значит он обучаем, он может меняться. Если человек приходит и спрашивает, ну, другой вопрос, то есть, а сколько ты мне платить будешь? Ну, это другой человек, он с нами не по пути. Через год работы клиники я понял то, что, ну, у меня не получается. Я впахиваю один с утра до вечера, я лечу пациентов, я зарабатываю зарплату для моих сотрудников. Которые приходят, чтобы с утра до вечера провести время. Несколько моментов было, когда я уже хотел закрыться. Я хотел уйти в найм. Начались проблемы в семье. Когда жена понимает то, что я впахиваю с утра до вечера. И все деньги, которые появляются, я опять вливаю в развитие. Но в развитие не семьи, на ее потребности, а в развитие клиники. То есть, такая бескончаемая бездомная яма, куда уходят все финансы, которые ты должен отдать своим близким. Пошли кредиты. Пошли жесткие долги. И я уже понял то, что, ну, хреновый я руководитель. Нужно что-то менять. Я начал учиться. То есть, те деньги, которые появлялись, я вкладывал в обучение. В обучение персонала, в обучение себя, в обучение новых сотрудников, которые приходят. Я уже начал разбираться в маркетинге. Я начал разбираться в СММ. Я во все лез сам. Ну, почему? Я же генеральный директор, я знаю все лучше всех. Это была самая большая ошибка. То есть, ты должен только управлять. То есть, руководитель, он должен руководить. А выполнять все должны твои сотрудники. Вот за 4 года, наверное, к третьему году управления клиникой, я к этому пришел. Я к этому пришел. И уже появилась возможность общаться с детьми. Развиваться. Шишек было набито очень много. Граблей поломанной, я бы сказал, об мой лоб, очень много. Почему? Потому что я добиваюсь цели. Для того, чтобы это понять, чтобы это осознать, было выброшено очень-очень много денег. Проблема в том, что вот в нашем саратовском бизнесе, так скажем, да, то, что все хотят здесь и сейчас. Вот ты урвал, денег получил, а дальше трава не расти. Почему так? Почему все через то место, да? Да, у меня, как у каждого врача, ну, есть такая поговорка, у каждого врача есть свое кладбище. А если у тебя его нет, значит, ну, значит, ты не на передовой. Есть какое-то ощущение внутри, что, возможно, если бы я был на тот момент умнее, если бы я знал новые другие методики, я, возможно, бы исправил эту ситуацию. Да, такие моменты есть, но если вот говорить именно обо мне, как о враче, вот на тот момент, когда это происходило, мои знания для того, чтобы спасти пациента, были максимальные. Только уже после этого, ну, в сердце это остается навсегда, ты это всегда помнишь. Ты начинаешь прокручивать эту ситуацию, ищешь ей решение для того, чтобы это не повторилось больше. Если брать работу здесь, в клинике, ну, какие вообще ляпы именно медицинские были? То есть, у меня было два прокола легких. То есть, несмотря на то, что я колю под контролем ультразвука блокады, я обучался в Санкт-Петербурге по этой методике, эта ошибка, она даже есть в статистике. Даже анестезиолог, когда делает там катаперизацию, он может повредить там верхушку легкого, и легкое как бы спадется. То есть, у меня два таких случая. Это за 10 лет то, что я занимаюсь этой проблемой. Накосячил ли я? Это индивидуальные особенности организма. Да, то есть, одна из них, пациентка, она дернулась, у второй были проблемы там с легкими. То есть, эти моменты были. Ну, наверное, следующий момент, виню ли я себя за эти ошибки? Ну, я думаю, я сам себя наказываю за это. То есть, адекватный доктор, который понимает, что он делает, как он делает, он всегда несет ответственность. Я всегда учился, и даже вот там на ночном дежурстве, когда ты там после операции вышел и сидишь со старшим товарищем, у которого уже там опыт 30-40 лет работы в медицине, ты вытягиваешь из него всю информацию. Раньше это было возможно за бесплатно. Сейчас за каждую информацию, для того, чтобы ты стал хорошим специалистом, тебе приходится платить. Причем, чем эта информация полезней, тем она дороже. То есть, новому поколению врачей, которые сейчас растут, уже не будут рассказывать так, как мне. То есть, Дима, вот так вот не делай. То есть, на этом были ошибки. То есть, если ты там оперируешь головной мозг, вот так вот делать не надо. То есть, там образуется потом гематома. И эти знания, они тебе складываются, вот как пазлы. Только после этого ты становишься врачом. Сейчас вот эта преемственность, она становится все меньше, меньше, меньше. Кто-то не делится. Кого-то просто замучили, он просто устал, он не хочет передавать молодому поколению. Он приходит домой, хочет побыть с семьей. Но это индивидуальные моменты. Если брать работу в экстренке, то есть, врач экстренной помощи, он видит очень много смертей. И я очень благодарен и учителям моим, и коллегам, с которыми мы оперировали. Да, смертей было очень много, но мы выкладывались до конца. То есть, мы старались сделать все так, чтобы победить смерть. К этому никогда не привыкнешь. Есть определенные психотипы, определенные склады ума. Я видел очень много врачей, с которыми я учился, которые были круглыми отличниками, но они никогда не станут экстренниками. В момент, когда ты работаешь, ты перестаешь быть человеком. То есть, ты становишься именно той машиной, которая должна все отработать четко. Если ты впустил какие-то эмоции, ты можешь где-то ошибиться. Я не знаю, откуда мне это пришло, оно просто есть. И это есть у всех тех коллег, дружбой с которыми я могу погордиться. Что может выбить меня? Меня не может выбить из рабочего состояния, то есть, там, ни оторванные конечности, ни жесткое кровотечение, там, ну, абсолютно ничего, кроме детей. Да, то есть, если привозят ребенка, я это потом тяжело переживаю. Никому об этом не говорю, я просто переживаю это в себе. То есть, ну, вот в моем случае это так. Хотя я знаю своих друзей, которые именно детские хирурги, они к этому тоже адаптируются. Они к этому адаптируются, но это приходит со временем. Почему? Потому что, если ты пустил эмоцию, ты не можешь ничего изменить. То есть, ты становишься, ну, как по течению тебя несет, а у тебя есть результат. Вокруг могут кричать родственники, говорить, что, да, не дай бог что-то случится, я тебя там и посажу, я тебя найду, и семью твою найду. То есть, эти случаи, они сплошь и рядом. Ты не можешь даже реагировать на эту агрессию. То есть, эти люди находятся в состоянии стресса, а твоя задача здесь, сейчас это изменить. Если ты этому поддашься, ты допустишь какую-то ошибку. Поэтому для врача, который именно практик, это запрещено. Я не исключение. У меня было несколько жестких штопоров, когда ты выпиваешь, ты садишься на стакан, ну, наверное, благодаря своим близким, благодаря своему окружению, до меня донесли, то, что я этим не исправлю. Причем, вот в моем случае, алкоголь и экстринга, они несовместимы. Ну, то есть, раньше, кто скажет, там, в советские времена, все врачи, там, пьяные ходят на операции. Ну, да, это было сейчас и в государственной, и в частной медицине это находится под жестким запретом, и, ну, не допускается. Почему? Потому что любая ошибка, любая ошибка, она может повлечь за собой очень серьезные последствия. Но, когда ты закончил дежурство, вернемся к профессиональному выгоранию. Человек пьет не из-за того, что он алкоголик. Он пьет от того, что он ничего не может изменить. Да, то есть, ну, либо на данный момент. То есть, он пытается найти какой-то выход из данной ситуации. Причем, алкоголь – это ложный выход. То есть, он на время как бы некоторые твои проблемы убирает. Утром ты просыпаешься, и вроде пока там у тебя немножко там шум в голове, ты как бы о них забываешь. Ну, кто-то скажет, перезагрузка мозга происходит. Ничего оно не происходит. То есть, выпив сегодня, ты вырезаешь сегодняшний день, ты не сможешь работать, трудиться, идти вперед. Ты не сможешь завтра работать, и внедришься только послезавтра в это. То есть, фактически, ты теряешь три дня. Это для тех, кто хочет действительно чего-то добиться, что-то изменить. У меня был вот именно такой вот момент, наверное, это второй, третий год в клинике, в бизнесе. То есть, я обращаюсь к молодым предпринимателям, чтобы вы не наступали на эти грабли. То есть, первое, поймите о том, что три дня вы сразу вычеркиваете употребление алкоголя. Второе, алкоголь не изменит ситуацию. Он только отсрочит немножко. Моё обращение к молодым докторам. То есть, сейчас у нас государственная медицина устроена так, что 6 лет ты отучился, после этого те говорят, так, теперь ты идешь у нас на год в поликлинику. И только после этого ты пойдешь на два года ординатуры. То есть, заполняют больше поликлиническое звено. И вот молодой доктор, который всю свою жизнь желал лечить людей, он приходит в государственную медицину, в поликлинику и просто видит вот этот весь трэш, где его мнение вообще не спрашивают. Он учился, он ходил на дежурство, он что-то узнавал, он что-то вгрызался. А он приходит, говорят, так, вот тебе 7-10 минут на человека, и ты должен принять сегодня 17 человек. Все, вот это вот твоя планка. Ну ладно, пускай там приходит молодая девушка или парень, с которым ты можешь как-то все это быстренько. И тут приходит бабушка, которая за помощью, а ты понимаешь, что минимум полчаса хотя бы на осмотр, хотя бы на что-то. Что происходит дальше? А у тебя этого времени нет. Что происходит дальше? Дальше ты уже на автомате начинаешь печатать. То есть у тебя же требуют бумаги фактически, а не результат. Ты начинаешь печатать-печатать, у тебя, как у робота, возникает определенная программа. То, что вот каждый день ты должен сделать вот это, вот это, вот это, вот это. И от большой загрузки ты приходишь домой и ты опустошенный. То есть, ну, ты вроде бы что-то сделал, кушать-то тебе тоже надо, ты все это получил. Вот так выгорают врачи. То есть, так вот молодежь, которая приходит просто в медицину, а по факту она получает столкновение с системой. Вот, мы общались с моими коллегами, с друзьями, только 10% выпускников медицинского университета, врачей, становятся действительно докторами. Вот, почему? Ну, это фанатики, которые, вот, я хотел лечить людей, да, там, ну, и все. Вот, из них определенное количество становится именно докторами, причем, для них медицина это семья, то есть, они не заводят семью, ну, 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 почему? Ну, потому что так, он утром и вечером пропадает на работе. Те, кто хотел это сделать, но у них есть уважение к своему личному времени, вот, не то, что другие ребята не уважают, я сам отношусь к тем фанатикам, которые с утра до вечера впахивали просто в больнице. Но, есть другой тип врачей, который пришел, посмотрел на все это, такой, блин, ну, слушай, ну, я не буду работать, там, даже, пускай, за 20, за 30, или сколько там нам государство обещает, типа по 50 тысяч мы получаем государственных. Да нифига. Приходит молодой доктор, ему дают там, ну, двадцатку, тридцатку, он не вылазит с этой поликлиники, а у него жена, дети, он, что делать? А ему предлагают тут раскладывать пепси, да, в магазине, там, в каком-нибудь, то есть быть каким-то, ну, мерчендайзером. Не то, что плохая профессия, но человек 6 лет учился на другое. Либо идет фотографы, либо идет предприниматели, там, шаурму открывает, там или три точки. Вот. А был бы хорошим врачом. Он выгорел, он из-за уважения к себе, к своему времени, он понял, что, да, если я здесь много не зарабатываю, мне семью кормить, ну, ну, как в девяностых, когда учителя стали там продавцами на рынке. Вот сейчас ничего не поменялось, и что я хочу сделать? Я хочу взять именно молодежь, которая только что выпустилась, и вот пока они не обожглись об этом, я попробую повернуть вектор их знаний на результат, а не на определенную статистику. То есть, получится у меня или нет, покажет время. Ну, пока получается. Продолжение следует... Нет, нет,